Эффект бабочки в истории. Как незначительные события приводят к большим последствиям? Как мутация аду и хромосомы привела к образованию Советского Союза? Правду ли, что причиной распада Югославии стала бутылка в заднем проходе у крестьянина? Смерть какой собаки породила международный терроризм? И почему пьяная драка в баре стала причиной Brexit? Привет, меня зовут Аллан и вы на канале МыМедиа. Сегодня мы поговорим о незначительных событиях, которые повлекли за собой колоссальные последствия. То, что можно назвать эффектом бабочки в истории. Но сначала подпишись на канал МыМедиа и обязательно нажмите на этот прекрасный колокольчик, чтобы не пропустить напоминания о новом выпуске. В рассказе фантаста Рея Брэдбери «Игрянул гром» главный герой отправляется на машине времени в мезозойскую эру и случайно наступает там на бабочку. Вернувшись в свое время, он видит, что раздавленное в прошлом насекомое изменило ход истории. Поменялась орфография языка, менталитет людей, даже президентский пост занял другой правитель. Похожую закономерность открыл метеоролог Эдвард Слоренс, когда пытался создать алгоритм для более точного прогноза погоды. Он обнаружил, что одна и та же модель дает разительно расходящиеся результаты в зависимости от того, насколько округляются значения переменных. До шести знаков или до трех. Спустя несколько лет он представил научную работу под названием «Предсказуемость. Вызывает ли взмах крыльев бабочки в Бразилии? Торнадо в Техасе». Это правило применимо и к истории. Мы привыкли, что нам рассказывают в школе, что у важных событий бывает множество предпосылок и оснований. Но почему-то все эти предпосылки ученые находят уже после, а не во время действия. Очень удобный метод не находите. Мне гораздо больше нравится представление об истории как о цепочке случайностей, фантастических совпадений, роковых встреч и непредвиденных обстоятельств. В качестве такого примера приведу британскую королеву Викторию. Знаете, почему ее называют бабушкой всей Европы? Не потому, что она дожила до старости, а потому, что ловко устроила браки своих детей и внуков, породнившись практически со всеми европейскими правящими династиями. Только в королевской крови Винзоров находилась бомба с часовым механизмом. Один мутировавший ген, вызывающий гемофилию, нарушение свертомости крови. Женщины являются только бессимптомными переносчиками этого заболевания. Мужчины же страдают от него по-настоящему. И так вышло, что к началу 20 века большинство наследников европейской монархии родились с малокровием, в том числе и в Российской империи. Королева Виктория приходилась прабабушкой соцаревичу Алексею. Его мать – жена Николая II принцессы Алиса Гесена Драмштадтская, принявшая в православие имя Александра Федоровна. Алексей был долгожданным наследником престола. До него императрица родила четырех дочерей. Но из-за нарушения свертываемости крови жизни цесаревича постоянно угрожала опасность. Любая небольшая царапина могла стать для него смертельной. У придворных врачей опускались руки, поэтому родители Алексея были вынуждены принять помощь от сибирского целителя Григория Распутина. Этот таинственный старец мог хоть немного облегчить страдания несчастного ребенка. Между тем, Распутин постепенно начал приобретать влияние на всю царскую семью. Николай советовался с ним при принятии всех политических значимых решений. В Российской империи тем временем нарастали революционные настроения. Распутин стал основной мишенью заговорщиков, которые были недовольны тем, что какой-то проходимец фактически управляет страной рукой императора. В результате заговора Распутин был убит с особой жестокостью, и через два с половиной месяца после этого Николая II вынудили отречься от престола. Дальнейшая история хорошо известна. Царскую семью расстреляли. А в 1922 году образовался Союз Советских Социалистических Республик. А теперь давайте попробуем построить логическую цепочку от застреленной собаки и появления международного терроризма. Как вам такое? В 1933 году на клумбу к члену городского совета Техаса Чарльзу Хазарду повадилась гадить соседская собака. Хазард ничего лучше не придумал, как подсыпать животному в еду толченое стекло. Пес умер мучительной смертью, что очень расстроило его хозяина, 13-летнего Чарли Уилсона. Подросток поклялся отомстить живодеру и рассказал всей округе, что тот сделал с его любимцем. В результате Хазард проиграл выбор. А юный Чарли поверил в реальную силу политики. Он вырос и стал представителем Конгресса. А когда началась афганская война с мешательством Советского Союза, Уилсон изменил историю. Он проводил кампанию за американскую помощь для афганцев, переломил ход войны, в результате чего ее выиграли афганские маджахеды. Так были сформированы запрещенные на территории России террористические организации «Талибан» и «Аль-Каида». Появился Усама бен Ладен, ответственный за теракт 11 сентября. Началась современная эпоха терроризма. Ежегодно тысячи людей обращаются в больницы из-за присутствия инородного тела в прямой кишке. Чаще всего пациенты сообщают, что предмет проник в них случайно при падении. Но 1 мая 1985 года в больницу Косовского гнилания прибыл мужчина с другой историей. У 56-летнего сербского крестьянина Джорджа Мартиновича в прямой кишке были обнаружены осколки стеклянной бутылки. Мужчина утверждал, что на него напали двое албанцев, когда тот работал на своей земле. Однако после допроса полковником Югославской народной армии Мартинович поменял показания. Якобы он признался, что поместил бутылку самостоятельно для своих каких-то целей. Мартинович был переведен в Белград для дальнейших расследований в военно-медицинской академии. Но бригада сообщила, что такое повреждение невозможно было совершить самостоятельно. Команда врачей пришла к выводу, что травма была нанесена впоследствии сильного, жестокого и внезапного введения предмета, которое могло быть осуществлено только двумя и более лицами. Альтернативная комиссия спустя месяц пришла к выводу, что мужчина мог самостоятельно нанести себе такую травму, подскользнувшись и разбив бутылку в прямой кишке под силой своего веса. Мартинович же заявил, что полиция выбила из него признание, пообещав, что его дети получат за эту хорошую работу. А его сын сказал прессе, что нападение произошло на национальной почве. В конце концов, федеральные, югославские и сербские власти не продолжили дело. И, по-видимому, не было предпринято никаких серьезных попыток найти предполагаемых, нападавших на Мартиновича. Но в обществе дело было встречено потоком нациалистических и антиалбанских заявлений. В сербской прессе было проведено много аналогий с турками-османами, которые правили Сербией до 1833 года. Инцидент сравнивали с практикой сажания накол в Османской империи в качестве пыток и казней. Югославское правительство в течение многих лет запрещало обсуждение национализма, а СМИ ранее систематически преуменьшали эту проблему. Освещение дела Мартиновича спровоцировало рост межэтнических конфликтов, который в итоге привел к краху страны в 1991 году. А совсем недавно весь мир ломал голову над тем, как могло случиться, что Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза. Началом процесса, который окрестили словом «Брексит», прослужила ситуация, произошедшая в небольшом заведении под названием «Стренджерс Бар». Именно здесь, в 2012 году, уставший от работы лейборист Эрик Джонс, после очередной пинты пива, начал возмущаться, что его окружают сплошные консерваторы. «Слишком много, Тори! Слишком много!» – выкрикнул он на весь бар и начал махать кулаками. Он ударил головой депутата от конкурирующей партии Стюрта Эндрю, а затем принялся бить советников от консерваторов Люка Маккензи и Бена Мэйли. В итоге его арестовали. Но Джойс не унимался. По пути в полицейский участок он продолжал кричать «Вы не можете меня трогать! Я депутат!» и даже разбил окно в полиции. Политик был исключен из партии, и на его место был назначен другой лейборист. Однако, эта замена повлекла новый скандал. Партию обвинили в продаже мест в парламент. Тогда лидер Эд Милибент изменил процедуру выборов, предложив любому желающему вступить в ряды лейбористов за 3 фунта. Тысячи людей этим воспользовались и выбрали нового главу партии Джереми Корбина, который был аутсайдером в начале гонки. Именно Корбина многие обвиняют в Брексит. Причем он вовсе не выступал за отделение страны от Евросоюза. Напротив, он ввел кампанию за сохранение членства ЕС. Но его упрекают в том, что политик приложил к ней минимум усилий. Никак не угодишь этим британцам. Конечно, все эти истории можно назвать грубыми упрощениями, но иногда бывает полезно взглянуть на события под иным углом. Ставьте лайки, если узнали сегодня что-то новое или забавное. Не пропускайте наши следующие видео. Для этого подпишитесь на канал МыМедиа. А с вами был Алан. Ну и пока, пока.